Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ! Ноябрь месяц, ос не стало. Все, у нас первые заморозки прошли. Ос не стало. Можно открывать пчелам леточки. Заточение их закончилось. Можно их открывать. Пусть вентилирует гнезда. Сейчас, в принципе, не холодно. Можно и оставить, а можно и открыть. Как говорил великий классик, нет повести печальнее на свете, чем повесть о незапечатанном меде. Обычно спрашивают два вопроса по осени. Почему пчелы не запечатали мед? И можно ли зимовать на незапечатанном меде? И как сберечь незапечатанный мед? Это еще третий вопрос в этом году был. Так вот, по порядку. Почему пчелы не печатают мед? Рассказываю. Уже не раз рассказываю. Рассказываю еще раз. Даже не рассказываю, а показываю. Вот видите, пчелок открывать не буду, чтобы не разлетелись холодно сегодня. Вот между рамками есть наросты. А между этими рамками нет. Так вот, в конце сезона, когда вы мед качаете, вот этих наростов очень много. Что это за наросты? Это восковые магазины. Пчелам, когда некуда девать воск, ну, нет у них строительных рамок, они ничего не строят, у них воск все равно выделяется, потому что они выращивают расплод. Так, закрою этот улей. Чтобы их лишний раз не тревожит. Пускай себе зимует. Правда, они еще не зимуют, еще глубокая осень, но тем не менее. Так вот, когда идет медосбор, пчелки собирают мед, у них есть принос нектаров улей, и есть расплод. И они строят магазины, потому что у них воск выделяется настолько много. Когда медосбор, пчелиная семья, она в наибольшей силе, потому что она же разогнанная, созревшая к медосбору. Воска у пчелок выделяется много, потому что там много молодой пчелы, и им этот весь воск не надо для того, чтобы отстраивать соты. То есть соты у них есть, куда мед собирают. Вы же хороший пчеловод, вы же их обеспечили, а воск все равно выделяется. И вот этот воск начинает в виде наростов складывать вверху гнезда. А потом вы решили медочек покачать, и как правильный пчеловод, хозяйский, вот так вот взялись стамесочкой, раз, и все эти наросты счистили по двум причинам. Во-первых, красиво выглядит, во-вторых, когда рамочку назад в улей ставишь, пчелки не давятся этими наростами, а в-третьих, в медогонку рамка с наростами не влезает, в саму кассету медогонки. Вот эти наросты вот так вот, раз, и счистил. И весь этот воск, который пчелы припасли, вы у них забрали. А потом взяток кончился, а осенью и расплод кончился, и воск у пчел выделяться перестал. А магазины вы у них забрали. И у пчелок что? У пчелок нечем печатать мед. И вот они бы и хотели его запечатать, а воску у них нет, потому что воска выделяется мало. А они же мед из крайних рамок стаскивают в середину гнезда, заливают рамочки, вот так вот, видите, незапечатанным медом. А запечатать его не могут, потому что воск вы у них забрали. А вот эти наросты, это и есть запасы пчел, для того, чтобы запечатать этот мед, или сироп, который вы им дадите, позднее, осеннее, когда у них уже воску нет. Вот видите, печатка тут белая, а тут темная. И на одной рамке. Вот когда мы качаем мед, то у нас вот этот забрусный мед, он такой беленький, желтенький, бело-желтенький, красивый, красивый. Его на воск перетапливаешь, такой желтый воск получается, янтарный, красивейший. Нет лучше воска, чем из забруса. Он даже продается дороже. Почему белый воск? Потому что у пчел много воска выделяется, и они свеженьким воском печатают медочек, который собирают. А тут уже темная печатка, потому что эта рамочка в этой части была запечатана, пока они мед собирали на подсумках, а эта часть уже была запечатана, когда я их кормил сиропом. А вот когда я им кормил сиропом, несчастники этих бедненьких пчел, то у них уже воска не было. И они из тех магазинов сгрызали старый воск, а старый воск темный воск, и печатали им медочек. И печатка получилась темная. Вот вам на примере. Свежая печатка, которая была на медосборе запечатана, она немножко и выше. Видите, вроде как горбик, она приподнята над этой печаткой. Потому что когда взяток, пчелы имеют свойство соты расширять, то есть наросты делать, побелочку. Видите, тут вроде как вверх идет. Тут горбик, а тут ложбинка. А ложбинка, потому что у них уже поздней осенью такой манеры расширять, делать толще соты нет. И получается, что у вас тут толще сот и белая пановочка, белая печатка. А здесь тоньше сот и темная печатка. Так вот, эта темная печатка запечатана тем воском, который из магазинов, который вы сдираете, когда качаете мед. Так вот я к чему. Поэтому, если у пчел нету, где взять воска, то они вам его, соответственно, не запечатают. Когда у них воска нет, они начинают разрезать крайние рамки. Если там еще воск пригодный для печатки, они печатают им. Но не всегда они это успевают сделать. Поэтому то, что у вас мед остался незапечатанным, значит у них нету воска. То есть поздно закормили, не было у пчел возможности запечатать сот. И не было чем, самое главное. Вот причина, почему у вас соты остаются незапечатанными. Либо воску не было, либо слишком все это вы поздно сделали, семья уже была неактивная, уже строительством заниматься перестало, и соты у вас получились незапечатанными. Потому что у них просто банально не хватило времени их запечатать. Поэтому заканчивать закорм надо вовремя, пока они еще активные. И самое главное, оставляйте им воск. Если эти наросты счистили, то просто сбоку за заставной, вот как рамки сушите, поставьте им такую, ну, можно сказать, не свежую рамочку, не совсем беленькую, а такую, ну, близкую к свежей, близкую к белой. Просто пустую рамочку поставьте, чтобы они ее разгрызли, потому что старый черный воск они разгрызают плохо. А вот беленькие рамочки, свежеотстроенные такие, которые немножко уже постояли, не совсем свежеотстроенные, а которые немножко постояли, вот те они разрезают без проблем. Там воск такой мягенький для них, для переработки хороший. Так вот такую рамочку им поставьте, Они, конечно, ее погрызут к чертовой матери, но зато запечатают мед Второй вопрос, какой там был, могут ли пчелы зимовать на меде, на незапечатанном? Хороший вопрос, значит, почему плохо, когда мед незапечатанный? Дело в том, что мед гигроскопичный, он в себя из воздуха втягивает воду И, соответственно, у нас же перепады температур на улице или даже в зимовнике Влажность и рода повышена, и из воздуха незапечатанный мед начинает втягивать в себя воду И начинает бродить, когда мед бродит, он увеличивается в размерах в два раза То есть он начинает вытекать из ячеек Я когда-то в каком-то видео зимой показывал, как прям капли такие висят из ячеек И вот эти капли, они начинают заливать пчел Пчелы сидят клубом, на них льется этот незапечатанный мед, который из ячеек начинает вытекать Потому что он же разжижается, и его в два раза больше становится Начинает просто литься на пчел И пчелы вынуждены этот мед поедать, потому что куда же они его могут деть Они же не могут его в ведро взять и вылить на улицу из улья Нет, они начинают его жрать Сколько льется, столько и жрут И забивают себе заднюю кишку, и вот тебе они и обгадились Поэтому незапечатанный мед дело не очень хорошее Но при том всем, по моей практике, пчелы этого, конечно, допускать не надо Но даже если у вас так случайно получилось, по недосмотру, а может у кого какая-то другая причина Но так получилось, не будем разбираться почему То вот пчелы на незапечатанном меде перезимовать могут Я не скажу, что это будет успешная зимовка, но они перезимуют Да, они обгадятся, да, зимовка будет хуже, да, вам придется весной поменять рамки Но пчелы останутся живы То есть в нашей местности, на юге, на незапечатанном меде, пчелы перезимовать могут Но лучше, конечно, этого не допускать Так, и был третий вопрос Как сохранить незапечатанный мед в рамках? В этом вопросе я вижу только, в принципе, один выход Вот, этот мед надо взять, поставить на медогонку Выкачать незапечатанный, незрелый мед на медогонке И вылить его в ведро И потом померять его влажность, потому что он начнет бродить И довести влажность этого меда до нормальных показателей То есть, чтобы мед дозрел То есть, дозреть его искусственно Поставить его в сухое помещение, которое проветривается И мед, он гигроскопичный Он как берет в себя воду, так и отдает эту воду И таким образом он в сухом помещении воду отдаст И будет тогда нормальненький, густой, нормально себе перестоит А если он уже начал бродить, то берете, тихонечко его подогреваете Некоторое время Не превышая температур допустимых И тогда вот эти все бактерии, которые там Способствуют тому, чтобы он бродил Они от этой температуры погибают То есть, пастеризируется мед И тогда даже незрелый мед уже тогда больше не бродит Вот таким образом можно сохранить мед Что касается вот этих вот рамок, которые печатные И которые пойдут на весенний корм Вот их тоже желательно хранить Запечатанный даже мед В помещении Неважно, теплое это помещение Либо холодное это помещение Лучше в прохладном, конечно Но главное, чтобы там не было перепадов температур Потому что вот эта вот печаточка медовая Если есть перепады температур Ночью холодно Днем тепло Или там заморозки были Потом оттепели Вот эта печаточка начинает трескаться Потому что на холоде воск дубеет Когда тепло, воск размягчается Печаточка начинает трескаться И когда она треснула Опять же, мед гироскопичный Вода набирается Мед начинает бродить даже в запечатанных сотах Поэтому хранить соты в ульях на улице Не очень хорошее дело Лучше хранить в зимовнике Там, где постоянно температура И не важно, тепло там будет Либо холодно там будет Главное, чтобы не было вот этих перепадов температур Тогда соты запечатанные Хранятся хорошо И весной вы их распечатываете И даете пчелкам Как дополнительный корм Поэтому даже с запечатанными сотами Там не все так просто при хранении И надо их еще правильно хранить А незапечатанный мед Таким способом хранить Ну, можно сказать Дело пропащее, конечно Ну, может кто-то умеет хранить Пусть напишет мне в комментариях Я с удовольствием почитаю Но я считаю, что незапечатанный мед Лучше выкачать Погреть, чтобы он, скажем так Не бродил, пастеризировать его И тогда себе пусть в баночке В ведеречке хранится А весной однодите в виде медовой сыты Такие вот дела Но сегодня было такое видео Незамысловатые Осень, что вы хотите Негде вам даже и пчелок показать Которые ползают Все сидят в клубах Открывать не хочу Потому что, чтобы воздух не поднимались Вот на днях буду ликвидировать Слабенькие семьи Присоединять к сильным Потому что ос уже нет Можно с пчелками работать И окончательно их уже Закрывать в зиму Такие вот дела Но сегодня такое видео Ставим лайк, кому понравилось Кому не понравилось Все равно ставим лайк Потому что я очень жаден И не забываем передавать привет Моим рамкам Потому что пчел все равно не видно Ну, пчелам тоже передавайте